Расследование по запаху. Нюхач возвращается. На Первом канале сегодня продолжение популярного многосерийного фильма. Новые тайны, новые персонажи и, конечно, новые преступления, которые главный герой раскрывает благодаря своему сверхчувствительному обонянию. В этом сезоне его не только ждут еще более запутанные и сложные дела, он сам станет мишенью для злоумышленников. Ольга Герасименко о неожиданных поворотах сюжета. Чутье на грани фантастики. Находка для следователей. Человек со сверх обонянием, раскрывающей тайны по запахам. Ведь их он не просто чувствует, видит. Кто убийца? Мужчина 30-35, не курит спортивного телосложения. Он сложил голову в пластиковый пакет и унес с собой. Я помню, я один раз встретился с одним режиссером на пробах, и он спросил, где ты сейчас снимаешься? Я говорю, я снимаюсь не хочу. Он говорит, ну это точно не пойдет. Ну как можно запахи изобразить на экране? Два года назад зрители Первого канала впервые увидели Кирилла Кяра в этой роли одинокого и гениального эксперта специального бюро расследований, который пытается разобраться, дар это или проклятие, знать об окружающих гораздо больше, чем нужно. Интересно, что делал этот стаканчик в прозекторской? Знаю, знаю. Знакомился с нашей новой судмедэкспертшей Ириной Нортин. 29-30, не курит, не замужем, детей и бойфренда нет. Так что твои шансы на успех возрастают. Таинственный и интригующий. Его назвали лучшим многосерийным фильмом на российском телевидении за последние пять лет. А посмотрели в 20 странах, в Европе и Азии. В долгожданном продолжении Нюхач и его лучший друг, следователь Лебедев, опять будут работать вместе, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Такие разные, но идеально дополняющие друг друга. А новые герои волей-неволей проверят их дружбу на прочность. Тогда в 8 я зайду. Уберите руку. Уберите руку, а не то я ее сломаю. Когда будет готово заключение? Через час. Как может влиять женщина на дружбу мужчин? С одной стороны, конечно, положительно, а с другой занимает и отнимает время, которое могли бы друзья проводить вместе. Характер героя остался прежним. Он, как и раньше, плохо ладит с внешним миром. В своей стерильной квартире отгораживается и от лишних эмоций, и от посторонних запахов. Единственным удовольствием остается работа. И сложные дела, куда сунув свой нос, можно в буквальном смысле разнюхать правду. Это не он. Ты не ошибся? Этот человек ел на завтрак дешевые соевые пелемени, что сама по себе уже является преступлением. Но в комнате, где убили охранников, его не было. Тайна всегда притягивает. В нем, безусловно, все-таки тайна существует. Как он это все делает, как он через обоняние раскрывает преступление. Вообще, как он с этим живет. Слишком много тайн у него, хотя бы. Поэтому это все притягивает и интригует, естественно. И тем, я думаю, что зрителю это не нравится. У него заточка. Теперь он не только помогает следователям разобраться и раскрыть преступление. Поймать преступивших закон Нюхач сам становится целью. На него объявлена охота. Цель перекрыта. Поражение невозможно. Ольга Герасименко, Мария Емельянова, Виталий Катченко, Кристина Рябова и Илья Пирогафонов. Первый канал. Итак, первую и вторую серию остросюжетного фильма смотрите сегодня вечером, сразу после программы «Время». Субтитры создавал DimaTorzok